Новая машина, просто убийца бездорожья. Всем привет, с вами снова я, Вячеслав Исмаилов или же Вия. Добро пожаловать в новый видеоролик на канале Жизнь Вия. Как вы поняли из названия этого видеоролика, сегодня мы... Чё-то отпало. Сегодня мы подготавливаем нашу буханку к безумному бездорожью. Помните вот этот видеоролик, где мы снимали крутой болотоход? Мы хотим сразиться с ним на бездорожье. И поэтому сегодня я подготовлю буханку к этому всему. Тут на самом деле подготовка чисто косметическая, потом немножко там, немножко сям. И мы дёрнем этот болотоход. Как вы думаете, кто победит? Напишите в комментариях. И потом мы посмотрим, кто будет прав, тут получится сердечко в комментариях. А сегодня я вам покажу, что мы с Вадимом Шлаком прикупили, чтобы закончить косметическую часть. Вон, посмотрите. В целом городе нигде в наличии нету сварочных масок человеческих. Потому что я всё раскупил на очки себе. Понятно. Под человеческими я имею в виду маску по типу хамелеон. Вот сейчас я вообще ничего не вижу. Почему? Потому что здесь вот такое вот окошечко, блин, понимаете? Окошечко. То есть вот так вот, оп, прицелился, начинаешь варить, закрыл. Просто жесть. Это будет очень неудобно, но я справлюсь с этим челленджем. Хотя говорят, так безопаснее. Не знаю, напишите вашу версию в комментариях. Опа! Безопасность перевыше всего, поэтому я одел специальную форму для работы. Специальную форму тюремщика? В смысле, почему тюремщика? Ты чё ерунду не чёшь? Вон, ты чё там номер, так мы его в ролике... Да, вот в этом видеоролике мы его использовали и чё? А безопасно? А безопасно, не отвлекайся. Смотри, я использую точные замеры, инструменты, чтобы подпилить и переварить вот это всё. Тебя это, да, не смущает? Что меня должно смущать? Ты сейчас ржавчину на ржавчину, да, будешь варить? Правильно занимаешь? Ну, а чё ты хочешь ржавчину не на ржавчину варить или чё? Я потом это обработаю, вот потру и оно уйдёт. Это нам нужно, Вадим Шлаг, это нужно. Вдруг загорится двигатель. Отдай мне наушники, они мне нужнее. Чё ты их одел? Отдай мне наушники, я сейчас оглохну. Нет! Тебе они зачем? Они, чтоб я тебя не слышал больше. Там где-то другие были, обычные, попроси у оператора. О! JBL! JBL! Ну вот, смотрите, возле нашего гаража стоит прекрасный экземпляр, который не доехал до нашего сервиса, к сожалению. Но я думаю, что в скором времени мы возьмёмся за его восстановление. Ну, пока он стоит здесь и отдыхает. Мы не знаем, что с ним сделать. Напишите в комментариях, что с ним сделать. Может быть, покрасить его, там, мотор туда поставить. Там, кстати, мотор есть, но он сгорел. К сожалению. Субтитры сделал DimaTorzok Что, не берёт? Эх! Ну что, более-менее разобрались. Подготовку кое-какую маломальскую я сделал. Сейчас наша задача перегнать эту буханку туда-туда, далеко-далеко, чтобы сравнить её с этим самым балатоходом. Ну, вы сами поймёте, кто победит в этой истории. Хо! Жаркий рабочий денёк. Сейчас мы отправляемся на заправку, чтобы забить полный бак. И ещё больше, дальше. Ха-ха-ха! Будем заправляться самым качественным топливом. Самым качественным. Самым высокооктановым. Хе-хе-хе. На самом деле, самую дешёвую заправку выбрали. И самое дешёвое топливо выбрал. Ничего, нам надо, короче, полный бак и ещё канистрочку. Всё, заправили мы 20 литров в бак. И ещё 5 литров у нас с запасом в этой. В канистре. Ещё, смотрите, что я купил. Это мощно. Энергетический мармелад. Одна порция, одна чашка кофе. А здесь написано, что это в 5 раз эффективнее кофе. 100% натуральный, короче. Не реклама, просто вот решил протестировать. Свои деньги купил. Сейчас посмотрим. О, вот, типа, видал, типа, здесь у меня 5 чашек кофе. Ну-ка, я попробую. Так. Двигаемся мы по мосту, чтобы отправиться в ту часть города, где находится болотоход. Хотя это уже и город, это надо не назвать. Это же дикое бездорожье. Все смотрят на меня и на нашу буханку, все завидуют. Посмотрите, какая высокая посадка. Вот нет ни одной машины выше, чем мы. Ну, вот разве что автобус только. А так-то мы, как волки, всегда смотрим сверху. Ни с того ни с сего ехали по трассе, встали в пробку. Типа, такого никогда раньше не было на этом месте. Скорее всего, где-то там авария случилась. Поэтому образовалась такая пробка. Конечно же, нарисовали самые умные обочечники, которые ехали по обочине, съезжали, короче, и гнали туда, создавая тем самым аварийную ситуацию. Создавая дополнительные опасности при съезде, при въезде на трассу и так далее. Напишите ваше мне в комментариях, как вы думаете, ваше отношение к обочечникам. Может быть, вы сам обочечник, а? Напишите, я обочечник. Ну вот, Нива, собственно, подумала о людях и едет теперь вот таким вот образом. Не дает обочечникам проехать. Поэтому обочечники прекратились. Вот. Нет, не едет ничего не обочечникам. Говорите, вот так. А с ним заедет. А, Вадим Шлак говорит, что... Посмотрим, посмотрим, что получится. Тойота против Нивы. Тойота против Нивы. Что-то мне рассказывают, что Нива... Я же говорил, он все равно объедет, да ем ее. Чуть на этот не напоролся. Блин, он чуть на этот не напоролся. Да, он чуть не врезался, жесть. Ну вот такая вот история. Тем временем наша любимая буханочка уже набрала 100 градусов температуры. Перегревается. Ну, потому что пробки для нее это плохо. Когда ее обдувает ветер, там ей нормально. А когда вот в пробках она стоит на холостых, она, конечно, конкретно греется, выдавливает тасол в расширительный бачок. И в системе циркулирует не так много тасола. Ну, я надеюсь, доживем. Все, прибыли мы на полчища. На столкновение мега-ведедорожников, как моя буханка. Здесь у нас вон еще целый клондайк буханок. И вот болотоход тот самый, который вам так понравился. Будем с ним начать соревноваться. Совсем уже скоро. Если вы ждете этот видео... Что, ты псов никогда не видел? Сейчас тебя как укусит. А, укусил. Что ты, Вадим, шла? Псов боишься? Ну, таких, да. Вот, значит, у нас будет вылазка. Если вы напишите много комментариев, давай типа болотоход против буханки, давай больше таких видеороликов. Вот, пожалуйста, мы будем соревноваться со всеми этими мощными внедорожниками. Конечно, она их фунет. Наша буханка выглядит немножечко не такой. Дело не в том, какая у тебя машина, а в том, как ты умеешь ей управлять. Ну и, конечно же, здесь строится новая машина. Просто убийца бездорожья. Это не просто какой-то внедорожник. Это будущий квадроцикл. Вот такой огромный мощный квадроцикл. На базе тойотовского, получается, движка. Рама, она получается сразу же виссорная. Это все ребята делают сами. А бодрые вот такие вот мощные камазовские бывшие колеса. Ну и мосты, конечно же, от УАЗа. И вот такой вот проходимый должен получиться квадроцикл. Наш автомобиль мы подготовили. Теперь нужно подготовить себя к Фроду. Вообще нужно понять, что с собой взять, помимо еды. А вот я вот ем шаурму всегда. У меня вот обеденный перерыв, это шаурма. А напишите, что вы любите кушать на обед. Две шаурмы. Две шаурмы? У меня обед, а я две шаурмы. Вадим Шлаг говорит, что у него на обед две шаурмы. Уже вторую действительно ест. Но был шаурман самозон. Вот. Ну надо придумать, что мы будем есть на самом бездорожье, потому что мы поедем надолго. И чтобы было интересно, нужно устроить там пикник. Напишите, какую еду нам с собой взять на бездорожье. Ну что, подошел у нас еще один день к концу. Вон, видите, уже стемнело, а мы закончили подготовку нашей буханки к бездорожью. Остается много открытых вопросов. Например, что нам делать с нашим кабриолетом. У тебя есть предложение, Вадим Шлаг? Конечно, есть. Можно его догнать, короче, до помойки и там оставить. Сууу. Че, офигел, что ли? Это же кабриолет, это же раритет. А знаете, что, почему Вадим Шлаг так говорит? Потому что этот козел сломал все. Вон, аккумулятор высадил в ноль. Покажи, че там. Ты че делаешь? Там, нафига ты сок уронил? Вот че это такое, а? Это как понимать? Почему у тебя опять клеммы не сняты, а? Смотрите, стартер не крутят. Потому что Вадим Шлаг не выключил зажигание в прошлый раз. И все, до свидания, приехали. Акум в ноль убит. Новый, свежий. Помните, вот в этом видеоролике мы специально ходили, покупали новый аккумулятор, чтобы из леса этот драндулет выгнать как-нибудь. И в итоге вот, пожалуйста, приехали. Новый аккумулятор, все, мертвый. Че с ним делать? Я не знаю. Че ты там хочешь найти, Вадим Шлаг? Там ничего нового не появится. Там электричества нет. Надо разобрать. Надо разобрать сначала, чтобы понять. А потом уже делать. Че понять? Электричества нету, чтобы стартер прокрутить, а? Вот, купил я себе перчатки необыкновенные. Ну как? Я попросил Вадима Шлага купить. Говорю, купи мне перчатки для дайвинга какие-нибудь крутые. Кстати говоря, у нас вышло много видеоролик про дайвинг, про подводные погружения. Вот, посмотрите. Очень интересно. Новые недавно приключения вышли. А он мне купил обычные рабочие перчатки. Какие-то перчатки для дайвинга. Вадим Шлаг, ты вообще понимаешь, что значит перчатки для дайвинга? Почему они такие? Это обычные? Это нормальные прорезиненные перчатки для дайвинга. Я туда пернул. Что за бред, Вадим Шлаг? Ты че устраиваешь в гараже моем, а? Так надо было зарядить баллон, я зарядил его. Ужасно, ужасно. Пошел вон из моего гаража. Ты портишь раритетные автомобили, портишь мои баллоны и вообще ведешь себя ужасно. Пошел вон. Я тебя отсюда выгнал. А нет, я придумал идею получше, Вадим Шлаг. Я кое-что придумал получше. Ты остаешься здесь. И теперь ты тут живешь. Понял? Чтобы я тебя больше не видел в своей квартире. Все. Живи в гараже. Все. Теперь у нас Вадим Шлаг, это гаражный монстр, живет теперь он в гараже у нас. Отлично. Наконец-то мы от него избавились. Ну и, конечно же, главная тема дня этого видеоролика, это подготовка буханки все-таки была. И мы с этим, я думаю, справились. Заварили, что где надо, починили, что где надо. И совсем скоро мы отправимся на бездорожье, на этой самой буханке. И потягаемся с полноценными болотоходами. А как ты открыл? А что, у тебя он открывается изнутри, что ли? Конечно, у меня тут все профессионально. Понятно. Ладно. Надо спилить его. Надо спилить его изнутри будет. Ладно. В любом случае, надеюсь, что этот видеоролик вам понравился. Вы поставите лайк под этим видео, подпишитесь на канал и нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят каждый день специально для вас. А с вами был я, Вячеслав Смейлов, или Живее. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.